Привет! Вы на канале с обзорных книг, платформа Литмаркет. И сегодня я вам расскажу уже о седьмом читательском марафоне Литрит. Ну что, поехали? Вот и настало 15 января. День, когда начинается новый читательский марафон Литрит. Очень многие читатели ждали этот день. Я в том числе. И одна мысль о того, что снова можно будет погрузиться в эту незабываемую атмосферу и познакомиться с интересными книгами, согревало душу мне все это время между марафонами. Литрит, как всегда, продлится с 15 по 15 число, то есть с 15 января по 15 февраля. Книг, как всегда, 21. Все они разнообразных жанров, объемов, ну и, соответственно, содержаний. Каждый читатель найдет что-то интересное именно для себя. И даже если вы не прочитаете все книги марафона, не стоит отчаиваться. Стоит с ним познакомиться. Но как вообще поучаствовать в данном марафоне и что для этого надо? Кому заплатить денежку, чтобы читать книги? Ну, начнем с того, что платить денег никому не придется. Все, что нужно сделать, это выбрать книгу, которую хочется прочитать во время марафона из тех платных, что авторы предоставили бесплатно. Потом написать о своем выборе личным сообщением в группе Литрит. При этом было бы, конечно, еще неплохо сделать репост у себя на странице или в группе ВКонтакте, ну, чтобы и другим читателям рассказать о том, где вы планируете участвовать. После чего дождаться, когда вы получите книгу на сайте Литмаркет. Ну, а дальше остается самое простое. Это прочесть, проанализировать, ну и написать отзыв. Взять новую книгу можно только после того, как будет оставлен отзыв на предыдущую, который должен быть не менее 10 предложений, чтобы было понятно, чтобы действительно читали книгу. Ну, а я для данного видео попросила авторов, которые участвуют в марафоне Литрит, описать свои книги одним предложением. И вот, как они описали свои произведения. Три. Апологет Ересиарх. Автор Лидия Ситникова. Бывший инквизитор пойдет против церкви, Бога и времени, чтобы вернуть любовь. В другой жизни. Автор Евгения Высаковская. Это книга о несчастных и счастливых, о добре и зле, о лютой ненависти и святой любви. Надежда. Автор Наталья Ильина. Это космическая история о всепобеждающей любви, которая правит мирами. Федьмак или небредсказуемый диагноз. Автор Владимир Нащокин. Эта взрывоопасная история может взять вас в плен диким хохотом, ироничными ситуациями и абсурдным сюжетом. Поэтому не поддавайтесь и не нажимайте на детонатор юмора. Железный аспид. Война. Автор Наталья Мар. Высоковерный робот и бледная отличница противостоят опасным планетам, друг другу и звездам, чтобы спасти Вселенную. Дерзкие влюбленные. Автор Кэти Спинни. Это книга о том, что настоящее сокровище рядом. И вовсе не блестит. Последний звук арфы. Автор Алария Тойя. Это романтическая история девушки, нашедшей очень необычного мужа. Новая жизнь Нефертити. Автор Маргарита Ордо. Это книга о том, как тайны древнего Египта могут спасти жизнь или стать причиной гибели. Хамелеон и бабочка. Автор Татьяна Грачева. Это книга о том, как важно, изменяя будущее, не поломать свое унышлый кен или удачный денек. Автор Илья Поляков. Это книга об удачном деньке, но не для всех. Нежный цвет чертополоха. Авторы Татьяна Милях и Полина Атлант. Книга рассказывает о том, как очаровать и вернуть в потерянное наследство. Вторжение. Автор Татьяна П. Крылова. Это история о детях и родителях, о любви и ненависти, о разном счастье и выборе, которые рано или поздно приходится делать каждому. И боги услышат. Автор Ника Милосердова. Это история, в которой целеустремленный человек может свернуть горы. Но какой ценой? Первое путешествие. Автор Зоя Ласкина. Что получается, когда автор с детства обожает сказки, страдает от безответной, иногда, любви и умеет складывать слова? Как стать злодеем в Габане. Автор Владимир Торин. Это подробная инструкция о том, как стать настоящим злодеем в городе Габен незадолго перед Новым Годом. И горше боли будет радость. Автор Яна Иконникова. Это история о тайнах прошлого, о попытках с ним договориться и понять, наконец, что же ты сам хочешь от жизни. Амелия Повернутое время. Автор Фэн Тези. Здесь та самая любовь, которая способна повернуть время и прогнать смерть. Пусть эта музыка стихнет. Автор Ксения Котова. Тут вы найдете правдивые истории о фантастическом. Золотой Тотем. Автор Айрин Бранд. Это книга об опасном путешествии через прерии и древние ловушки, чтобы спасти группу авантюристов, бросивших вызов древней магии. Не ангел. Автор Мария Роше. Это сборник лучших авторских стихотворений за последние 20 лет. Пески Пиды. Автор Александра Пушкина. Эта книга о том, как девочка-подросток попадает в песчаный мир, населенный враждующими племенами. Пытается в нем выжить и найти утраченное магическое сердце. А что же из этих-то всех книг читала я? Еще в прошлом году я читала «И боги услышат». Мне книга очень понравилась. Советую. Эта книга не только о взрослении, о поисках потерянного, но и о том, как все вот эти вот поиски и взросления могут обернуться. Ну и не так давно я прочитала еще вот две книги из всего этого списка. Это три апологи от Ересиарх. Тоже очень увлекательная история об инквизиторе, который в итоге-то своем оказывается не совсем инквизитором. Ну, там очень интересная ситуация и по-своему запутанная. Так что, да, в будущем я планирую прочитать и оставшиеся две книги. Ну, а пока, да, советую и эту. Ну и последняя книга из тех, которые я читала из этого списка. Это «Железный аспид. Война». Эта книга чем-то мне немножечко напомнила историю о роботах Айзека Азимова. Вот только здесь стоит добавить один нюанс. Это не те роботы, которые он писал в самом начале, а, пожалуй, те, где он уже начал подвергать сомнению и переработке, собственно, созданные законы. Если быть честной, то вот именно вот эти вот новые истории о роботах у Айзека Азимова мне нравятся больше. И здесь тоже можно найти этот маленький скромный вопрос из серии «А кто такой человек?» И кто такой робот? Что значит быть роботом? И может ли робот быть человечнее человека? Ну и планирую я оставить отзывы на следующей книге. Во-первых, это «Пески видов». Ну, потому что написала её Александра Пушкина, а мне нравится, как пишет Александра Пушкина. Я читала у неё уже несколько произведений. И да, это было всегда с удовольствием. Потом я решила, что мне интересно узнать, что же там за новая жизнь в Нефертити. Ну, так, для разнообразия. Дальше, я думаю, в какой-то момент прочитать также книгу и горше боли будет радость. Ну и да, в другой жизни. Потому что мне же интересно, что же там произошло-то. Дальше это в другой жизни. Если первая книга «Уроки ведьмы», и то есть там всё заканчивается, как заканчивается, то здесь это вроде как бы как продолжение, но в то же время самостоятельная история. И вот, да, любопытно и интересно. Хочу знать. Дальше я планирую прочитать также и «Надежду». Ну, тут у меня одна причина – это космическая фантастика. Я не всегда могу удержаться от того, чтобы не прочитать космическую фантастику. Вообще фантастику. Мне нравится фантастика. Очень много слов «фантастика» в одном предложении. Но ничего, я переживу. Дальше я решила, что мне интересно посмотреть, что там за абсурд творится в книге «Федьмак» или «Небредсказуемый диагноз». Ну, должно же быть немножечко безуминки. Также я хочу прочитать книгу Амелия «Потерянное время». Опять-таки, в целом, из любопытства. Но, насколько я понимаю, это любопытство основано ещё и на том, что автор-то в основном пишет вроде как бы более юмористические истории, а это далеко не юмористическая история. Так что, интересно, вот прям вот интересно, а как вот другой жанр получился? Что там происходит? Почему повёрнутое время? Куда она повернулась? Зачем она повернулась? Кто его повернул? В общем, вопросов много. Читать надо и узнавать на это всё ответы. Просто вот надо. Ну, и ещё одну книгу из тех, что я вот прям нацелилась прочитать, это «Золотой тотем». Потому что мне просто интересно почитать вестерн. Ну, опять-таки, для разнообразия. Участникам марафона я могу пожелать только одно. Приятного чтения. Не жуйте кактус. И не забудьте выразить благодарность понравившемуся вам автору. Ведь он старался для вас. И не стоит переживать, если книга вдруг вам не понравится. Не забывайте, что все мы люди и имеем право на личное мнение. Главное, не переходить на оскорбление и вежливо объяснить свою точку зрения. Так вы и себя покажете как адекватного читателя. И поможете автору понять его целевую аудиторию. Ну, и понятное дело, что все ссылки я, как всегда, оставлю внизу в описании. Чтобы вы могли подробнее познакомиться с тем, что же это такое читательский марафон Литрит. Ну, и посмотреть, что за книги участвуют в данном мероприятии. Ну, и кто знает, может быть, самим с интересом поучаствовать, почитать книги, пообщаться с другими читателями. Ну, и понятное дело, с авторами ставьте видео палец вверх. И не забудьте подписаться на канал. А также нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, которые в этом году я планирую выпускать каждую неделю. Благодарю за просмотр. И помните, если книга идет с пометкой «Самэздат» это еще не значит, что она плохо написана.